Прошло три недели после сногсшибательной поездки в одну из самых экзотических стран мира. И наша программа, встав на привычные рельсы, набирает ход и собирается порадовать вас интересными сюжетами и авторскими приколами. Не зная, что это мой виной, либо это сильные морозы, либо двухнедельная постновогодняя попойка, но мне в течение аналогичного периода, кушавшего адреналин ложками, показалось, что и люди, и бизнес в магнитке находятся в состоянии тяжелой кумы или примороженного ручника. Ну что, для примороженных кипяток, для коматозников адреналин от организаторов чемпионата города Магнитогорска по гонкам на льду. Вот для кого мороз благодать. Мы не первый год сетуем на недостаток мест доступного и активного отдыха в городе. Нам, настоящим автолюбителям, приходится гонять в Челябинск и Екатеринбург, где на откуп драйверам выделены дороги, на которых собираются не сотни, а тысячи зрителей. Магнитка со своей мощнейшей автобановской структурой и расположенной в степи, как всегда, в стороне. А здесь, на льду заводского пруда, собираются по воскресеньям любители свежего адреналина. Они окольными тропами пробираются где-то по-пластунски, где-то по колено в снегу, потому что гениальный директор или кто-то там, центрального стадиона, закрыл прямой въезд через легкоатлетический манеж. Не могу судить о умственных способностях запретителей, не психотерапевт, но явный идиотизм на лицо. Но о запретителях речь в дальнейших передачах. Теперь о сути происходящего. Что порадовало? Это увеличение количества участников. Что порадовало еще больше? Увеличение количества зрителей. Вас, уважаемых, для увеличения количества которых, еще раз напоминаю, очередной этап состоится в воскресенье, в 2 часа дня. И вилы в бок всяким там восьмеркам. Можно и на Ford Touros. 91-го года выпуска на автомате. Автомобили весом в полторы тонны, уделать больше половины участников. А можно и на Acura RSX S-Type. Автомобили стоимостью под двадцатку, войти в число призеров. Причем, заметьте, эти машины не повредили ни бамперов, ни порогов. Так что включайте хардвары и гоняйте без фанатизма. А вот это настоящие фанатики. Скажите, может ли Волга с 406-м движком по льду настолько лихо проходить повороты? Машина с прозвищем коровы. Скажете нет? А вот они правда. Как можно выделывать такие чудеса? Все очень просто. Едем на метиску, берем ведро дюбелей. Устраиваемся поудобней. Вуаля! Это не шипы. Это зубы дракона. Но это еще не все. Увеличиваем давление на лед. Как? Болгаркой спиливаем центральный ряд резинок. Хотите стать вторым в сегменте спорт? Прямая дорога в строй двор. Саморезы оцинкованные, ввинченные в дубовую БЛ-ку и два комплекта камер. И желаемый результат. Но без домкрата выехать со льда будет невозможно. А как выехать на первое место? Это гораздо дороже. Цена одного такого колесика адекватна спортивной летней резине на 16. Но тот, кто решил победить в сегменте спорт, это сделал. И вернемся к доступности. Хозяева таких подготовленных выступают именно в сегменте спорт. Но стать в стандарте чемпионом – это доступно каждому. Абсолютно небольшой вступительный износ. И в финале чемпионата можно получить и кубок, и пообливаться шампанским.